Продолжение следует... 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 Ну, хотел бы начать, наверное, с самого такого большого и длительного проекта. Это проект Центра совместно с ЮНИСЕФ. В этом году третья финальная стадия, проект трехлетний. Ну, первая и вторая стадии были сфокусированы в основном на проведении тренингов, на повышение потенциала сотрудников червячайных ведомств в области применения беспилотной авиации. Вот за эти годы более 120 сотрудников червячайных ведомств обучены. Ну, знаете, во время пандемии, все-таки пандемия показала, продемонстрировала возможности онлайн общения, дистанционного обучения. Поэтому у нас такая идея появилась создать в регионе онлайн школу беспилотной авиации. И мы это сделали в этом году, поэтому сейчас существует она единственная в своем роде онлайн школа беспилотной авиации. Любой партнер или сотрудник, представитель червячайного ведомства может подать заявку и пройти соответствующий курс. Он состоит из пяти модулей. После того, как вы успешно завершите, вы получите соответствующий сертификат. Также у нас были созданы две зональные оперативные группы. Это тоже достаточно весомый результат в рамках проекта. Это две частные компании, у которых имеются свои дроны. Эти две компании покрывают всю территорию Казахстана. То есть поступает заявка от МЧС Казахстана, и эта организация выезжает на поисково-спасательные работы. Также мы сейчас применяем ее для мониторинга опасных объектов. В рамках проекта нами приобретен беспилотный летательный аппарат марки DJI Matrice. Также специализирована оптическая камера с высоким зумом, 180-кратным. Тепловизионная камера, которую мы тоже активно применяем в поисково-спасательных операциях. И программное обеспечение PIX4D Mapper для послеполетной обработки данных. Можно запустить его? Как его запустить? Коллеги, поможете там нажать? Да. Ну вот, нашей команды буквально 2-3 недели назад проведена работа по запросу департамента по ЧАЭС Алматинской области. Была произведена съемка Толгарской плотины и бассейн на реке Толгар, нижнего объекта именно. Запустите, пожалуйста, видео. Да, вот такого рода проведена съемка. Создан 3D-модель рельефа местности. И вот на основании полученных результатов, а также мы получили необходимую информацию от ДЧС Алматинской области, мы подготовим такой локальный оценку рисков. Вот видите, это верхний бьев, да, реки Толгар. У нас очень много снимков высокого разрешения, на основании которого мы создали эту модель. Она что-то слишком длительная. В принципе, у нас все данные есть для того, чтобы подсчитать, какие объекты, какие дома или социальные объекты подпадают под возможное подтопление в случае возникновения силевого выброса или другого ЧАЭС. Следующий можно? Здесь вот просто на этом слайде я хочу продемонстрировать возможности применения нашего дрона. Дрон был использован в поисковой операции. Пропал парень 1984 года на горе Чебулачка. Вот он поднялся на высоту 3-400 метров над уровнем моря. Поэтому применять беспилотную авиацию для мониторинга моряных озер можно. Ну, конечно, для этого нужны специальные пропеллеры для защиты от обледенения. Но, тем не менее, здесь такие немного неприятные кадры. Ну, это фактически вот что нами было выполнено. В феврале месяце парень, значит, пошел в горы, пропал, спровоцировал лавину. Но, к сожалению, мы нашли его, но без признаков жизни. Вот здесь вот вы можете видеть, сколько он практически вот сам прокатился, куркался. Вот там вот выше есть следы схода локальной лавины. Дальше можно? Следующий слайд. Да, также мы активно сотрудничаем с ОБСЕ. В 2022 году у нас, значит, совместно с ОБСЕ и Институтом географии запланирован к реализации проект, который называется «Совершенствование методики и практики проведения мониторинга, оценки риска бедствий с использованием инновационных коммуникационных технологий». Ну, мы достаточно проект небольшой. Мы взяли только один бассейн, одно ущелье, это бассейн реки Большая Алматинка. Значит, запланировано проведение мониторинга оценки риска бедствий высокогорных прорыва опасных озер в бассейне реки Улькен-Алматы. Разработка предложений по снижению риска возникновения ЧАЭС от высокогорных прорыва опасных озер и реки Улькен-Алматы. Следующий, можно слайд? Ну, мы тем самым хотим показать, что у нас есть все возможности для проведения таких вот практических мероприятий. Это проведение полевых исследований. Хочу сказать, что мы планируем привлекать для этих работ как беспилотную авиацию, так и данные с космического мониторинга и привлечение вертолетов также запланировано. Обработка полученных данных, разработка отчетных интерактивных картографических продуктов и других материалов, отображающих результаты мониторинга, прогнозирования и оценки риска бедствий. А также разработка сценариев возможных ЧАЭС и количественные и качественные показатели ожидаемых последствий для населения, территории, социальных и других объектов. Ну, не могу не сказать о нашем главном партнере в области картографии. Это компания MapAction, неправительственная британская компания, которая является благотворительной организацией. У нее достаточно богатая волонтерская сеть. Они участвовали практически во всех крупномасштабных бедствиях, в том числе землетрясения в Непале, землетрясения в Турции. Это тайфуны в Юго-Восточной Азии. И вот мы с 2019 года 8 тренингов провели, обучили 140 сотрудников Казахстана и Кыргызстана. В 2022 году мы также планируем проведение тренингов как в Казахстане, так и в Кыргызстане в связи с высокой текучестью кадров. Ну и мы запланировали также немного расширить наш проект и захватить Узбекистан. Мы в данный момент запланировали проработку данного вопроса МЧС Узбекистана. Ну и, наверное, мы не останавливаемся только на тренингах. Мы выявили основные проблемы – это отсутствие базы данных геоинформационных. И мы запланировали создание репозитория ГИС-данных. Сейчас мы определяем задачи, потребности. И, конечно, самая главная проблема – это найти источник данных. Ну и в заключении, наверное, самый такой амбициозный и масштабный проект нашего центра. Мы уже начали реализовывать его. Это создание региональной системы раннего предупреждения ЧАЭС. Ну и схематически видите здесь отражение. В данный момент в Казахстане функционирует система раннего оповещения через приложение Дармен. То есть сейсмодатчики, которые расположены близ города Алматы, напрямую подключены к приложению Дармен. И в случае возникновения определенного землетрясения, выше определенного критерия, приходит пушеведомление мгновенное с информацией ОЧС и детальной инструкцией правилами поведения. Я хотел вот также отметить, вот буквально недавно, 5 ноября, в городе Ташкент также проведен региональный форум совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. Присутствовали практически все министры по ЧАЭС, за исключением Туркменистана в связи с обстановкой по ковиду. Это отличная площадка для обсуждения проектов, и мы пользуемся. И вот предыдущий слайд. Именно вот этот проект был поддержан всеми министрами в рамках данного мероприятия. В заключении вот хотел бы сказать, что Центр в настоящий момент имеет достаточный институционный и технический потенциал для выполнения таких мероприятий, как разработка оценки уязвимости, кард подверженности риска, разработка местных планов снижения риска для отдельных общин, а также мы большой опыт имеем с работой с населением, в том числе с уязвимыми группами. Это проведение тренингов, ну и с учетом, конечно же, гендерных аспектов. У меня на этом все. Спасибо большое, если есть вопросы. Спасибо вам большое за презентацию.